ну что ты стоишь что рулетка это рулетка тебе надо да всем добрый день как-то я уже говорила в каких-то видео что у нас будет пополнение в хозяйстве мы приобрели новую скотинку такую до животинку сейчас я вам покажу ме-ме-ме да бэмби скажи мало им коста да с курами и сутками а вот и животинка у нас еще стройка вовсю вот мы вдоль козовника пристроили крольчатник да капочка да капучиночка здесь у нас сидит мальчик здесь у нас пока две девочки потому что подкачала нас погода эти вот не успели еще доделать низ осталось же железо железом уж уже прибил осталось положить сюда вот шифер у нас вот так скажем так вот такие вот купила для рассады ящики они очень хорошо встают ширина у них 26 сантиметров длина 40 сантиметров и очень хорошо они вот как раз встают вот сюда вот вот они три ящика здесь еще тоже не доделано так синяки закрытые я сразу говорила ну можно было сделать вот так вот отсюда дверку и синяк открытые я видела такие клетки но мне надо было чтобы у меня тут вообще не крысы не мыши не пролазили и вот сегодня двух девочек пока сюда соединили оббивали все железом не успели мы не успели вовремя я знала что они будут грызть я все это знала но не успели мы сделать погода нас подкачала тут и тент я вешала когда красила и строили мы тут вот отбивали абсолютно все вот металлические вот эти вот уголки уголками здесь я решила не знаю надо не надо я решила сделать железо на стене немного вот этот брус тоже оббитый железом этот брус тоже весь брусок оббитый уголочком железа он там видно здесь у нас пока вот такие баночки с водой бункерные кормушки вот так вот будет все на это закладываться да немного мне страшно что крольчиха может выскочить но я очень аккуратно стараюсь очень быстро вот это закрыто вот это я значит здесь закладываю и закрыла здесь не знаю видно нет сейчас вот тут сниму сетка немножко не до конца и девушку который мы покупали она сказала чтобы ну прям закрывали все щели на что маленькие крольчата пролезут везде вот так размер у нас клетки ну внутренние наверное получается вот от синяка до этого угла 119 вообще но 120 вообще они ну минус вот эти вот бруски по 5 сантиметров строились они из расчета на ширину usb вот у нас здесь usb получается вот эти вот сарай отделаны из usb и здесь у нас ширина usb а в глубину она у нас по моему 50 по моему да все же делается под меня до 50 ну вот досюда до бруска вот если считать то одной рукой неудобно ну вот 60 тут с копейками так но внутри не стала их красить здесь покрашена нас вот еще отделать вот этот вот низ доделать и в принципе все еще хочу муж говорит не надо но мне прям вот хочется вот сюда еще знаете такой вот вертушок деревянный сделать вот парень наш это полтавское серебро до мальчик у нас такой шифер немножко треснул но это не страшно и две девицы у нас пока 2 хотим еще 2 взять из того же хозяйства они просто там еще маленькие а я забыла наоборот извиняюсь камера дергается вот это открывается ну короче там металлический такой же уголок на той вот дверки так где а вы куда у меня тут лезете куда у меня тут лезете здесь вот такие поелки боюсь открывать так тоже видите вот оббивали все абсолютно потому что грызут вот здесь вот еще не отбили здесь вот не обилия сейчас заметила вот вот эту даже грызут представляете вот даже вот эту сгрызли в нескольких местах вот сейчас муж ее закрывал любым железом вот это вот вообще уголки у нас были тут ремонт делал нам отдали друзья как заберете мы заберем без проблем это 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 вот он валяется же у меня это не знаю как он правильно называется это под гипсокартон ну короче крепеж для гипсокартона вот он он очень легко выпрямляется кувалдочкой вот допустим один край а эти уголки они по-моему тоже для штукатурки что ли ли для чего-то какие-то тоже уголки и кстати вообще очень мягкие все вот это вот очень легко выпрямляется все то что замяли немножко так что еще рассказать без проблем у нас тоже не обошлось скажем так поехали мы за мальчиком сначала мы съездили за девочки мы потом приехали за мальчиком договорились с мужчиной что он его привезет нам в мытище утром на работу он работает в мытищах захватит нам его и мы значит это довольно и счастливые приехали в мытище мне бы утром созвониться я как чувствовала думаю надо созвониться но не созвонилась уже позвонила ему когда приехали он где-то я вашего кролика забыл извините ну и короче пришлось нам за ним ехать аж в лобню вот мы тогда с мужем то накатались из серьги в посаду сначала в мытище потом в лобню короче устали хуже я не знаю чем а за день до этого ну вот грубо говоря вчера да мы сестру перевозили на дачу у нас машина сломалась мы приехали поздно уставшие а утром рано надо было вставать за этим кроликом ехать но короче устали еще хуже чем когда сестру перевозили вот с девочками тоже как бы интересно но мы съездили все нормально девочек мы брали в яхроме это около дмитрова оказывается дмитров от нас очень скажем так недалеко я еще думаю что у нас все туда на каток ездит у дмитров хотя у нас свой тоже сделали каток ну короче значит взяли мы ехали за тремя девочками ну вот получилось две девочки и мы у них заказали еще двух девочек они еще маленькие там может не знаю чуть больше месяца им но нам надо точно знать что девочки да девочки тоже интересно получилось мы значит договорились уже ехать за ними мне звонит одна женщина я выставила яйцо инкубационное загорских лососевых на продажу цыплят ну то что могу вывести до цыплят она мне звонит заказывает значит цыплят загорских и слово за слово и получается так что ну как всегда а кого еще держите разговор продолжается она тоже держит коз привет привет девчонки ну и короче у них есть козлик а у нас есть марта козочка и вот мы с этой женщиной поменялись на козлика она тоже с яхром и и оказывается вообще представляете как же тесен мир она практически на одной улице ну можно сказать соседи вот с этими вот ребятами у которых мы купили кроликов не игру вообще как же тесен мир потому что я и предложила гру давайте я вам захвачу яйцо гру мы едем в яхром у за кроликами она кому я грубой я даже не помню гру как зовут ну и вот короче слово за слово и оказывается мы сразу выясняем что она их знает очень хорошо девчонки детенки девчонки она их очень хорошо знает ну и вот так получилось что мы за один день поменяли и марту на козлика и поменяли купили крольчих потом вот они нам сказали где можно кролика взять в каком проверенном хорошем хозяйстве и вот мы договорились взять кролика но немного нас подкачала погода я уже говорила я думала быстрее все это получится построить но не получилось вот пока у нас шесть клеток но не знаю надеюсь хватит нам шесть клеток единственное что парню конечно такая клетка уж очень шикарно может покороче сделаем еще где-нибудь я думала вот здесь вот пристроить еще вот две клетки просто вот так вот ну как бы запасные потому что запасная клетка всегда нужна девочки у нас какое-то время сидели в доме в этой как ее ну клетка такая большая клетка для собак сейчас она опять у сестры сестра нам давала мы в ней потом гуси держали какое-то время дома а что забыла сказать я я не знаю как это лишь прям гордость меня распирает меня прям гордость распирает каждый брусочек каждую дверку пилила я успи брусья вот это железо вот это сетку вот это резала я ножницами еще больше скажу эти дверки собирала я вот это вот у изби это все пришивала я короче муж только это все собирал ну скажем так это прикручивал привинчивал да сейчас скажу самое главное ну как бы помягче то сказать не матерился нет но много я о себе услышала скажем так как сказать ты лишь подскажи мне ну короче издевался на внешку шутил под надо мной подшучивал ну как мне казалось я пилила ровно я старалась я у меня все красиво было но если посмотреть ну я как могла это соединяла он мне значит говорил что сначала сверли дырочку вот видите не слушала я его на пошла здесь трещина ну красила тоже я все сама вот видите кое-как наискось я значит тут делала очень близко вот этот вот как сказать отверстие вот это вот сама значит вот ну сетки все это тоже я сама прикручивала ну естественно она у меня получилась какая-то вернее не у меня она у мужа получилась почему-то вся кривая что ты ходишь а ржешь у меня но я нет я честно ну вот смотрите но я же ровно его пилила ну вот смотрите но он почему-то неровный короче муж когда это все собирал ой подшучивание вот этих вот надо мной вот этих вот я не знаю до сих пор ходит надо мной смеется я гро зато это мы ее сделали очень быстро если бы не дожди мы бы и вообще за неделю бы все сделали ну ну я не знаю ну правда ну вот ну я же ровно пилила но сейчас я конечно вижу что она вся кривая перекошенные дверки когда он вешал это вообще надо было видеть как он просто ржал и стебался надо мной и ой да сейчас вспоминаю но зато все сама все сама напилила каждый брусочек каждый все вымеряла сама все считала стройматериалы сама сколько мне привести пример примерно она нам обошлась в 20 тысяч ну плюс-минус 1000 на 5000 кормушек получилось бункерных вот сразу закупили кормушки ну вот как то так с этим как его с вот этой вот сеткой вообще до смешного нету у нас ну вот рядом с нами вот такого размера здесь она два с половиной на пять именно чтобы вот подперек были ячейки синик ну нету вот такая есть это вот ее еще в брудера делают на пол мы ее просто вот купили на пол вот сюда вот здесь у меня сантиметров 25 наверное вот так вот сетка но я из ее сразу посчитала на дверке сразу все рассчитала чтобы мне хватило не хотела вот из такой сетки не хотела 5 на 5 я уже сказала мне чтобы никакая зараза там не пролезла мне даже хватило еще на две клетки а и что хотел сказать то вот эту сетку на синик дочь привозила с александрова представляете и она там намного дешевле сетка может из-за того что размер такой вот как бы здесь поменьше идет материала но все равно намного дешевле там магазин оказался что вот гордость моя можно сказать половина работы сделала я в принципе да так оно и есть ну маленько вот тут косички вот такие вот муж что смог то и сделал ну точнее как смог так и повесил вот ну куда деваться вот на днис доделать теперь он горит я болгарка включу шифер резать девочки так это у нас тут с ума сойдут от испуга не буду запросто так что вот такая у нас тут красота теперь да да будем кроликов разводить